Я не враг коммунистов. Я не враг многих депутатов, многих руководителей партии коммунистов и, самое главное, простых коммунистов. Но я хочу ответственно заявить о том, что партия коммунистов самостоятельно не получит большинство в парламенте. И хочу объяснить, почему. На последних выборах партия коммунистов получила поддержку 700 тысяч граждан. По статистике каждый год умирает 40-42 тысячи граждан, а 40-42 тысячи молодых людей достигают избирательного возраста, становятся совершеннолетними и, наоборот, приходят в активные ряды избирателей. Так вот, за пять лет погибло 200 тысяч избирателей. Допускаем, что половина из них это сторонники партии коммунистов, а половина не сторонники партии коммунистов. Значит, от 700 от минусовым 100 тысяч граждан. То есть уже только 600 тысяч, вероятно, могут проголосовать. 180 тысяч граждан имеют паспорта старого советского типа. Им сейчас меняют эти паспорта. Но из 180 тысяч я прогнозирую, что 100 тысяч не поменяет паспорта. Опять предполагаем, что 50% это избирательных коммунистов. К 100 приплюсовываем еще 50 тысяч. И вторая, последняя акция, которая проводится, это есть уже инициатива о регистрации новой партии коммунистов, которая по аббревиатуре будет полностью соответствовать как нынешняя партия. Она будет называться «Партия коммунистов-реформаторов Молдовы» ПТРМ на молдавском «Партия коммунистов-реформаторе Дин Молдова». И символом в этой партии будет серп и молот, только без книжечки наверху, которая есть у партии коммунистов. То есть делается клон партии коммунистов. Если еще по жеребьевке эта партия окажется выше, и необразованные люди из села, которые просто ищут, где серп и молот, они поставят, что они голосуют за эту партию. То есть таким образом партия коммунистов может потерять еще 70 тысяч голосов. 100 тысяч — это те, кто умерли, 50-60 тысяч — те, кто по паспортам не сумеет проголосовать за партию коммунистов, и еще 70 тысяч, которые сделают ошибку — это примерно 200 тысяч граждан, не проголосуя за партию коммунистов, если допустить, что она будет иметь такой же рейтинг, как и на прошлых выборах. Она будет иметь еще меньший рейтинг, потому что есть и большое разочарование людей в партии коммунистов, потому что за 4 года партия коммунистов играла между филатом, между плохотником, не довела оранжевую революцию или кофейную революцию до логического конца. У партии коммунистов нет ясного миссажа, все ждали пленума, который прошел в выходные. И там Воронин четко заявил, что они не будут менять в уставе вопрос евроинтеграции, они будут заниматься некой модернизацией Молдовы по европейской модели и плюс еще по евразийской модели. Значит, абсолютно отсутствие мессажа и никаких четких обещаний. Я понимаю, почему это происходит, потому что партия коммунистов боится порвать полностью отношения с Соединенными Штатами Америки, с Евросоюзом, потому что по отношению к лидерам партии могут приняты такие санкции, которые сегодня применяются по отношению к лидерам России, лидерам Украины, которых обвиняют в коррупции, в наличии счетов, недвижимости за рубежом. То есть руководство партии коммунистов, когда находилось у власти, создало определенную собственность за рубежом и оно, безусловно, беспокоится, что арестуют эту собственность, если они резко поменяют вектор внешней политики. Поэтому лицо, мессаж партии коммунистов будет, условно говоря, не очень определенное, поэтому они дополнительно потеряют. То есть максимум, что партия коммунистов, по моему мнению, может получить, это 32-35%. И, безусловно, что партию коммунистов нужен будет партнер. Сегодня по телевизионным каналам Владимир Николаевич Воронин от имени партии четко заявил, что он допускает создание после выборов союза с демократической партией. И даже несмотря на то, что ведущая уточнила, что вы имеете в виду с господином Плохотниковым, и Воронин дополнительно подтвердил, что да, они будут планировать создание такого союза. То есть сегодня все люди, которые будут голосовать за партию коммунистов, должны четко и ясно понимать, что они голосуют за союз партии коммунистов и демократической партии. Вот такие перспективы я вижу у партии коммунистов. И самое главное, нехорошие перспективы у граждан, которые сделают свой выбор на партии коммунистов. Продолжение следует...